Девушки отдыхают Или надеяться на Fallout от Obsidian? Сколько игр продается в Steam в месяц? Кроме того, мы посмотрим на самые интересные релизы следующей недели и вспомним любопытную стратегию от Ubisoft, выпущенную 10 лет назад. Погнали! Начнем с забавной новости. Один из геймплейных дизайнеров Battlefield V пожаловался на то, что его забанили в Call of Duty Black Ops 4. Об этом он написал в своем твиттере. Там же он выложил ролик со своими лучшими достижениями и попросил разработчиков Black Ops снять блокировку. Стоит отметить, что этот человек является бывшим профессиональным киберспортсменом, поэтому его успехи в Black Ops 4 не должны удивлять. Причина его бана неизвестна, но, скорее всего, это была автоматическая блокировка на основании высоких показателей игрока. Вероятно, разработчик Battlefield V оказался настолько хорош в Black Ops 4, что внутриигровые системы в это не поверили и посчитали его читером. Если вы помните, недавняя игра о Человеке-пауке вызвала недовольство некоторой части аудитории. Ближе к релизу игроки стали обвинять разработчиков в даунгрейде графики. В качестве доказательства они приводили сравнение одной и той же сцены из двух трейлеров. В ней к релизу исчезло много луж. Все из-за того, что они негативно влияли на производительность. На днях для игры вышел крупный апдейт. Ведущий дизайнер интерфейса, Гил Дорн, решил воспользоваться моментом и немного поиздевался над аудиторией. В своем твиттере он исправил ту самую сцену. Такое вот своеобразное чувство юмора. Шутки шутками, но в апдейте есть и настоящие изменения. Это, например, режим «Новая игра плюс» и «Новый уровень сложности». В состав апдейта также вошли улучшения фоторежима. Steam продолжает расширяться. Valve поделилась свежей статистикой. Как оказалось, сервис установил новый рекорд по количеству одновременно находящихся в онлайне пользователей. На этот раз их количество — 18,5 миллионов человек. Сегодня сервисом пользуются 47 миллионов пользователей в день и 90 миллионов в месяц. Все они совершают больше полутора миллионов покупок в месяц. Вскоре после закрытия «Тейлтейл» стало известно, что финальный сезон «The Walking Dead» будет доделывать студия «Скайбаунд». На днях студия официально подтвердила эту информацию, а ее генеральный директор рассказал, как они собираются завершить игру. По его словам, план состоит в том, чтобы взять в команду разработчика исключительно бывших сотрудников «Тейлтейл». Генеральный директор «Скайбаунд» добавил, что общается с многими, если не всеми, членами команды «The Walking Dead». Но это, разумеется, не является подтверждением того, что они все горят желанием вернуться к разработке проекта. Дата релиза оставшихся двух эпизодов финального сезона пока не называется. Если вы когда-либо мечтали о том, чтобы Obsidian взялась за новую часть Fallout, то можете забыть об этом. Несмотря на всенародную любовь к Fallout New Vegas, студия к популярной вселенной не вернется. Один из пользователей Твиттера спросил у разработчиков, есть ли шанс, что студия возьмется за новую часть Fallout, на что получили вполне ожидаемый ответ. Obsidian опубликовала картинку с шаром желаний, на котором выпал сектор очень сомнительно. При этом разработчики часто высказывались на тему того, что с радостью взялись бы за новую игру серии. К сожалению, этого не случится. А если студия будет куплена компанией Microsoft, как утверждают недавние слухи, то этого не случится и подавно. Тем временем Bethesda запустила бета-тестирование Fallout 76 на Xbox One. Бета доступна для игроков, оформивших предзаказ, а на следующей неделе она доберется и до остальных платформ. В связи с этим Bethesda опубликовала открытое письмо фанатам, в котором постаралась объяснить, что же стояло за идеей создать мультиплеерный Fallout и насколько для компании важны миры, которые она создает. Но самое интересное написано в конце. Там идет речь о багах. Bethesda прямым текстом признается, что чем масштабнее становятся игры, тем больше непредсказуемых проблем в них появляется. А в Fallout 76 обязательно будут такие проблемы и баги. Bethesda называет их захватывающими и просит игроков искать эти баги и делиться своими пожеланиями насчет того, что исправлять первым делом. Разработчики обещают, что справятся со всем в течение беты и после релиза. В конце концов, на то оно и тестирование. Sony поделилась новой информацией об одном из самых ожидаемых эксклюзивов для PlayStation 4 – зомби-экшене в открытом мире Days Gone. К сожалению, релиз игры откладывается на два месяца. Вместо февральской даты разработчики теперь указывают в качестве дня выхода 26 апреля. Это позволит игре избежать перегруженного релизами периода в феврале-марте, а также даст разработчикам дополнительное время для доведения Days Gone до совершенства. Предварительные впечатления игровой прессы от игры, к слову, были достаточно прохладными, поэтому перенос релиза должен помочь разработчикам разобраться с проблемами Days Gone. В последнее время появляется все больше слухов о том, что Blizzard анонсирует один или даже несколько новых проектов во вселенной Диабло. Слухи подогреваются официальным расписанием BlizzCon 2018, которым поделилась студия. В нем указано, что время будет уделено целому выступлению на тему «Диабло. Что дальше?». Впрочем, можете не рассчитывать на анонс Диабло 4 или чего-то в этом роде. Об этом поспешили предупредить разработчики. Blizzard признала, что прямо сейчас сразу несколько команд работают над разными проектами Диабло, но рассказывать о них пока рано. Остается только ждать. Тем не менее, разработчики обещают связанные с Диабло новости, поэтому пропускать BlizzCon не рекомендуется. Состоялся официальный анонс Trine 4, слухи о существовании которой уже появлялись в этом месяце. Уже запущен официальный сайт проекта. Впрочем, Trine 4 сложно назвать ожидаемой игрой. Предыдущая часть отошла от классической формулы и была относительно прохладно воспринята поклонниками. Впрочем, разработчики уже обещают, что Trine 4 станет лучшей игрой серии. По их словам, они увидели и услышали фидбэк поклонников, а их сердца готовы превзойти эти ожидания. Релиз состоится в следующем году на ПК и консолях. На следующей неделе все будут играть в Red Dead Redemption 2. Все разговоры будут только о ней. Но если Дикий Запад от Rockstar вас не прельщает, то можно окунуться в более локальную историю по известной вселенной. 30 октября выйдет Call of Cthulhu, которая представляет собой детективную адвенчуру по настольной игре. Здесь частному сыщику необходимо распутать таинственную гибель девушки, а заодно разобраться с тараканами в собственной голове. Мы уже поиграли несколько часов в превью-версию. Игра показалась нам стильной и увлекательной, но слегка простоватой на первый взгляд. 1 ноября состоится релиз адвенчуры The Quiet Man, о которой мы не раз рассказывали в наших дайджестах. Это странная игра, в которой вам предстоит взять под свой контроль героя, лишенного слуха. Соответственно, практически никаких звуков вы не услышите. Как обещают разработчики, игра будет по-настоящему кинематографичной. А еще в ней вроде как будут зрелищные драки с различными комбо. Как стало недавно известно, во время второго прохождения игры звук все-таки появится, чтобы вы смогли понять, в чем здесь было дело. Выглядит очень любопытно. Ну а второго ноября выйдет Football Manager 2019. Это очередная традиционная часть футбольного симулятора, в котором вы берете на себя роль настоящего менеджера клуба. Разработчики пообещали, что в этом году их игра будет особенно хороша. Была полностью переработана механика тренировок, а управление командой во время матча стало сложнее и богаче на возможности. Плюс в этом году в игре появилась Бундеслига, что определенно порадует поклонников футбола. Десять лет назад, осенью 2008 года, Ubisoft выпустила довольно любопытную стратегию о Третьей мировой войне. Называлась она Tom Clancy's End War. В ней между собой сражались США, Объединенная Европа и, разумеется, Россия. Сюжет был довольно запутанным в духе Тома Клэнси. Но виноваты во всем были русские. Подробности ищите в Википедии. В общем, эта игра была довольно необычной РТС, которая создавалась в первую очередь для консолей. Здесь вы не строили свою базу и не добывали ресурсы. Нужные юниты привозили на поле боя на вертолете. Сражения проходили по принципу камень-ножницы-бумага. То есть, авиация, к примеру, сильна против танков, ракетная пехота сильна против авиации, стрелки сильны против ракетной пехоты, бронетранспортеры расстреливают любых солдат, а танки уничтожают бронетранспортеры. В такой ситуации побеждает тот, чьи навыки микроконтроля были лучше. А еще у этой стратегии были забавные фишки. В ней вы могли управлять своими войсками голосом, и эта система действительно работала. Правда, локализирована эта система не была. Но команды, по сути, были несложными. Типа, Юнит 1, двигайся в точку Браво. Представьте, сидите вы такой в 2008 году на диване и орете эти команды в микрофон. К счастью, управление мышкой и геймпадом никто не отменял. Вообще, Tom Clancy's End War была действительно забавной, но быстро надоедала. Впрочем, можете глянуть на нее и сегодня. Вдруг вам понравится. На этом все. Удачи, и до встречи на Playground.ru.